Доктора из Санкт-Петербурга Доктор 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 из Санкт-Петербурга три отдела – это пищевод, желудок и толстокишечный. Начнем с пищевода, поскольку он самый первый. Опухоли пищевода занимают третье место в онкологии желудочно-кишечного тракта. По данным различных авторов, от 80 до 90% – это плоскоклеточный рак, который локализуется преимущественно в верхних двух третях пищевода, и от 10 до 20% – это аденокласса. Это аденокарциномы, располагающиеся в нижней третье пищевода. На данном слайде представлена классификация ТНМ 7-го издания 2009 года. Я не буду ее зачитывать, потому что она довольно большая, и все, я думаю, ее прекрасно знают. Роль позитронно-эмиссионной томографии при диагностике онкологии пищевода, на самом деле и для диагностики опухолей желудка и толстой кишки – это три этапа. Стодирование по ТНМ, мониторинг лечения и рестодирование. Что касается стодирования по ТНМ. Чувствительность метода к диагностике первичного образования по различным, опять же, данным авторов составляет от 69 до 100%. При этом, к сожалению, из-за небольшой разрешающей способности ПЭТ-метода 5 мм, она, собственно, не позволяет стодировать первичную опухоль, не позволяет посмотреть, какие слои пищевода это образование прорастает. В данном случае позитронно-эмиссионная томография сильно проигрывает через пищеводные УЗИ, которые, собственно, позволяют посмотреть все слои пищевода и посмотреть распространение опухолей в них. Что касается стодирования региональных лимфатических узлов. Тут, к сожалению, позитронно-эмиссионная томография тоже обладает не самой большой чувствительностью, но при этом довольно высокой специфичностью. Что это значит? Большинство региональных узлов располагаются довольно близко от пищевода, и очень часто на ПЭТ-изображениях они сливаются, и отдефилицировать саму опухоль от увеличенных лимфатических узлов не представляется возможным. Здесь через пищеводные УЗИ также чувствительность и специфичность гораздо выше, поэтому она, наверное, является методом выбора при стадировании поражения региональных лимфатических узлов. Определение отталенных метастазов, ну да, здесь бесспорно позитронно-эмиссионная томография с 18-40 безоксиглюкозой превалирует над всеми остальными методами, показывая довольно высокую чувствительность и высокую специфичность. Мониторинг лечения. На данном слайде представлена некая статистическая обработка пациентов после проведения комбинированного лечения. Чувствительность метода составила от 44 до 100%, специфичность 74%. Это довольно высокий результат, то есть на основании этого исследований можно сделать вывод, что позитронно-эмиссионная томография с торгозоксиглюкозой действительно помогает оценивать уровень отлета опухоли на проведенную терапию. Что касается рестадирования. Опять же, если мы смотрим и ищем региональные и дистантные метастазы, то равных позитронно-эмиссионной томографии здесь нет. Тут почти запредельная чувствительность и довольно высокая специфичность. Но при выявлении поиска локального рецидива, к сожалению, возможно большое количество ложноположительных результатов. Поскольку наибольшее количество локальных рецидивов происходит в зоне анастомоза, и позитронно-эмиссионная томография с глюкозой, к сожалению, может накапливаться не только в опухолевой каме, но и в после операционных изменений. То есть рост цивильной ткани или грануляционной ткани тоже могут давать довольно высокий уровень накопления РФП и вот давать тот самый ложноположительный результат. Таким образом, позитронно-эмиссионная томография не подходит для первичной диагностики опухоли и не подходит для оценки поражения региональных лимфатических узлов. Но является методом выбора для оценки отдаленных метастазов и дает довольно высокоточную оценку ответа опухоли на лечение. За те пять лет, которые мы занимаемся исследованием всего тела, к сожалению, у нас не было ни одного пациента с опухолем пищевода, поэтому я не могу вам показать наших изображений. Вот на данном слайде довольно яркий пример мониторинга и лечения опухоли нижней трети пищевода, аденокарциномы после химии и очевой терапии, даже невооруженным глазом, не измеряя уровень накопления глюкозы в этом очаге, видно, что лечение было подобрано правильно и уровень метаболической активности в опухоли сильно снизился. Ну, перейдем дальше. Опухоли желудка. 90% случаев всех опухолей это аденокарциномы, различных видов. Оставшиеся 5% можно отнести к лимфомам желудка, к лимеосаркомам и другим опухолям. Опять же, классификация ТНМ в последней редакции, не буду на ней останавливаться. И роль позитронно-миссионной томографии абсолютно не отличается от онкологических поражений пищевода. Опять же, стандирование первичной опухоли сильно затруднено, потому что разрешающая способность 5 мм плюс паршал-волюм эффект, который немножко размазывает очаг повышенного накопления, не позволяет точно оценить распространенность опухоли в толще желудка. На ранних стадиях поражения чувствительность всего лишь 47%, но на более поздних, да, там, конечно, чувствительность вырастает до 98%, а специфичность до 92%. При этом стоит отметить, что некоторые виды аденокарцином, такие как муцинозный и перстивидно-клеточный рак могут очень слабо накапливать торгозовую глюкозу и, как правило, связывают это с двумя факторами. То есть наличие большого количества слизи внутри клетки, что не позволяет усваивать глюкозу, и низкая активность фермента глутатин, который отвечает за транспорт глюкозы в клетки. Также некоторые умеренно дифференцированные аденокарциномы могут также как показывать довольно хороший уровень накопления, так и не показывать его вовсе, и я об этом расскажу немножко позже. Стодирование региональных лимфатических узлов. Здесь метод ПЭТа тоже, к сожалению, не является методом выбора, с довольно низкой чувствительностью на высокой специфичностью, опять же, потому что региональные лимфатические узлы желудка расположены вдоль большой малой кривизны, и они могут быть трудно отличены от опухолевой массы. Что касается перитониальных лимфатических узлов, они уже считаются как отдаленные метастазы, но и тут, к сожалению, позиторно-эмиссионная томография с глюкозой показывает очень низкую чувствительность, но при этом довольно высокую специфичность. Связано это, безусловно, наверное, с тем, что перитониальные лимфатические узлы очень мелкие, и, как правило, не попадают просто в поле зрения под методом. Стодирование же отдаленных метастазов в другие органы, довольно высокие результаты, чувствительность 60%, 80%. Также метод позиторно-эмиссионной томографии широко применяется для мониторинга лечения аденокарцином желудка и в рестадировании. Вот вашему примеру, я представляю наш клинический случай, пациент в 75 лет обратился к нам в отделение самостоятельно, его никто не отправлял, был беспокойный, волновался, хотел поискать что-нибудь. Значит, при первичном сканировании через 60 минут после введения мы обнаружили у него некое накопление повышенного желудка, которое нас немножко насторожило, поскольку на компьютерных томограммах можно увидеть немного утолщенную стенку желудка. В таких случаях, когда мы смотрим опухоль желудочного кишечного тракта и какое-то накопление повышенное нас смущает, мы стараемся выполнять, если позволяет время, отсроченные исследования через 180 минут. Как правило, физиологическое накопление через этот промежуток времени уходит. А в данном случае мы провели отсроченные исследования, к сожалению, изображения не сохранились ввиду некоторых технических ошибок, но уровень накопления, который мы видели при первичном исследовании, он нисколько не изменился по локализации, и при этом уровень накопления вырос до САВМАКС 6,3. Пациенту была дана рекомендация обратиться к гастроэнтерологу, он обратился, ему провели ФГДС и на биопсии выявили умеренно дифференцированную корцун. Это этот же пациент после операции. Его провели тотальную резерцию корцинова. Опять же, при первичном исследовании через 60 минут мы видим повышенное накопление в желудке, через 180 минут оно исчезает. Что говорит и свидетельствует в пользу физиологического накопления. Сейчас пациент наблюдается раз в год и все с ним в общем-то хорошо. А вот, например, случай, это не наше исследование, пациентка 58 лет, она проходила лечение и обследование в одной из клиник Израиля. Ей также было проведено ПЭТ всего тела с глюкозой для приподозрения на поражение онкологической желудки. Как видно, врачи израильские не нашли очагов патологически повышенного накопления в желудке, но при ФГДС-биопсии была выявлена та же умеренно дифференцированная корцинова. В таких случаях, когда первичное обследование с 18-фтор-дезокси-глюкозой показывает негативный результат, дальнейшее какое-то статирование, наблюдение на ПЭТе бесполезно. Вы вряд ли что-то увидите. И пациент с 42-х лет пришел к нам на контроль после состояния, после удаления карциноматрального отдела желудка. В области анастомоза мы выявили повышенное накопление радиофармпрепарата. После операции, если я не ошибаюсь, прошло около полугода, шести месяцев. Значит, однозначно оценить это накопление, к сожалению, нам не предоставилось возможным, поскольку отпустив пациента покушать с целью посмотреть его через три часа, он благополучно скрылся и не вернулся. Поэтому сроченное сканирование ему провести не удалось, пока к нам обратно не возвращался. Таким образом, ПЭТ, КТФ, тело опять же не подходит для первичной диагностики опухолей желудка, но позволяет находить отдаленные метастазы и может применяться для оценки терапии опухолей желудка. И, наверное, самая большая тема, когда речь идет об онкологических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, это опухоль толстой кишки, поскольку полуфрактальный рак занимает второе место среди всех онкологических заболеваний у мужчин и третьих женщин. В 75-80% случаев это аденокарциномы различной степени дифференцировки, 10-15% лизист аденокарцинома, 4-перстиведноклеточный рак, 2% плоскоклеточный рак, но он в основном локализуется в прямой кишки. Опять же, классификация ТНМ с 7-го издания и абсолютно тоже применение позитронно-эмиссионной томографии мы рассматриваем. По стадированию первичного образования, то позитронно-эмиссионная томография обладает довольно высокой чувствительностью обнаружить первичный опыт, до 100%. При этом специфичность довольно небольшая, поскольку толстый кишечник также часто может накапливать вторую звуковую гликозу как в норме, так и при каких-то воспалениях. Очень часто, честно говоря, даже помогает не какие-то знания, а именно субъективная оценка. То есть что-то в глазу не понравилось, досмотрел, отправил на дообследование и в итоге оказался прав. Такое очень часто бывает. Стадирование региональных лимфатических узлов тоже, к сожалению, довольно затруднено в связи с близким расположением и часто маленькими размерами этих лимфатических узлов. И стадирование по отдалённым метанстазам, тут довольно, опять же, высокая чувствительность, высокая специфичность. Опять же, как и в случае аденокарцином желудка, очень бывают опухоли толстой кишки, которые не накапливают в тот дезоксоглюкозу. Поэтому этот метод для диагностики стадирования этих образований не подходит. Но если образование глюкозы копит, то прекрасно можно оценивать ответ опухоли на химиотерапию, химио-лучевое лечение и хирургическое лечение. По реестандированию. Как вы видите, почти 100% результат по чувствительности и специфичности при диагностике локального и регионального рецидива, а также поиск отдалённых метастазов в печени, поскольку это орган мишень при колоректальном раке. И часто, скажем, даже на МРТ вызывает некоторые проблемы. В данном случае позитронно-миссионная томография является методом выбора. Отдалённые метастазы в другие отдела также довольно высокая чувствительность, но не самая высокая специфичность. И наши клинические случаи. Значит, пациент первичный, значит, его направил в гастроэнтеролог после осмотра, значит, какие-то дополнительные диагностические процедуры ему не делали. Он у нас прошёл диагностическую комплектронную томографию с контрастным усилением и позитронно-эмиссионную томографию. В символинном отделе кишки виден такой фокусный очаг, довольно-таки ограниченный, не диффузный, с довольно большим суммом. И если посмотреть диагностическую комплектронную томографию с контрастным усилением, то, ой, прошу прощения, видна утолщенная стенка сигмовидного отдела кишки, который гетерогенно накапливает контрастное вещество. Плюс к этому, к сожалению, я как-то упустил, значит, из виду у него был метастаз в лёд. Ещё один пациент, 49 лет, состояние после комбинированного лечения от эндокарцинома прямой кишки. Как видно на томограммах, в области операции мы никакого повышенного накопления радиофармпрепарата не видим, но при этом в нижней доле правого лёгкого выявляется очагка повышенного накопления с довольно высоким суммом, который, скорее всего, является метастатическим поражением. И пациент, который наблюдался у нас в течение пяти лет, значит, впервые он пришёл к нам вот в десятом году, мы только начинали работать, значит, после тотального удаления, опять же, от эндокарциновой прямой кишки, в области операции никаких изменений мы не выявили, но в лёгком, в лилом, обращал на себя внимание, слегка повышен, очаг слегка повышенного накопления, вот он, на томограммах, су в макс три ноль, и похожий, но более мелкий очаг в правом лёгком су в единице. Мы на тот момент не расценили их как метастазы, а предложили понаблюдать. И да, на самом деле, через полгода, когда он пришёл к нам на контроль, эти очаги исчезли. Но появились вот эти. Да, к сожалению, появился огромный мягкотканный компонент в зоне операции, с довольно высоким уровнем накопления глюкозы, и появился очаг фиксации РФП в корне правого лёгкого. После чего пациент прошёл химиотерапию, и через полгода пришёл на контроль. Как прекрасно видно на томограммах, во-первых, уменьшились, ну, почти в два раза размеры этого образования в полости малого таза, при этом очаг в лёгком остался стабильным. Он не вырос, не изменился, и уровень фиксации, если не ошибаюсь, соединился на 0,1-0,2-0,1. Этот же пациент через полгода. Опять мы видим локально продолженный рост опухоли в зоне операции и увеличение очага в корне правого лёгкого. В дальнейшем была проведена химия-лучевая терапия. Он наблюдался у нас раз в полугода, и я покажу его последнее ПЭД исследование в январе 2015 года. Мы видим огромный очаг в области послеоперационных изменений с центральным очагом микроза, видимо, после лучевой терапии, и огромнейшую диссеминацию процессов лёгких. При этом множество очагов, которые видны на низкотозных компьютерных томограммах, не накапливают на, ну, не показывают, да, никакого повышенного накопления на позитронно-эмиссионных томограммах, но с одной оговоркой. Здесь представлены томограммы, так сказать, с коррекцией на аттенюацию. Если посмотреть не аттенюизм, значит, без этой коррекции, то очаги эти будут видны. Таким образом, безитронно-эмиссионная томография с 18-фторгой дозороксиглюкозы при диагностиках полуэректального рака, опять же, не является методом выбора для диагностики статирования первичной опухоли региональных лимфоузлов, позволяет подтверждать и исключать наличие дистантных метастазов и метастазов печени, а также обладает довольно высокой чувствительностью при диагностике локального рецидина при резком, ну, при достаточно крупном повышении раково-эмбрионального антигена, а также при рестадировании. И показывает довольно хорошие результаты при оценке ответа опухоли лечения. В завершении своего доклада мне хотелось бы сказать следующее, что профессор Пилика говорил о том, что диагноз не может работать один. Это действительно правда, потому что без обратной связи с лечащими врачами очень тяжело правильно трактовать заключение. Но, к сожалению, поскольку, ну, позитронно-эмиссионная томография с 18-фторг из оксиглюкозы, она довольно распространена и в Санкт-Петербурге, и в Москве, ну, и сейчас уже по всей России, и Казань, и Хабаровск, где они только сейчас не делают, то у пациентов, конечно, есть выбор. То есть тут, наверное, все-таки должно быть влияние лечащего врача, который бы направлял в одно и то же место, да, чтобы иметь опять же обратную связь с врачами и диагностами, и врачам-диагностам было бы проще трактовать те результаты, которые они получают. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович, за ваш интересный доклад, ваши случаи очень интересные. Коллеги, будут вопросы? Да, пожалуйста, Дмитрий Владимирович. Такой вопрос, исходя из вашего практического опыта. Есть сейчас очень такой четкий клинический пациент, у которого сейчас у меня клиника рака желудка с типичными метастазами, то есть у паралитального плеча, у яичника и так далее. Лечим мы его сейчас от рака яичника по тому, что мы не можем найти первичного очага ни в кишечнике, ни в желудке, нигде. И более того, паралитатом биопсия – это инокарцинома кишечного кимия. Лечение неэффективно практической химии. И с целью вопрос, вот ПЭТ-КТ в данном случае в качестве нет такой, я не знаю, скира или какого-то небольшого очага где-то в тонкой кишке, будет ли эффективно? Ну где-нибудь, где будет? Ну, смотрите, спасибо, во-первых, за вопрос. Действительно очень интересный, поскольку позитрульно-миссионная томография, она позиционируется как довольно-таки успешный метод в поиске первичного очага. Но есть некоторые оговорки в плане размера этого первичного очага. Потому что первичный опухоль может быть очень мелкой, но при этом нужно сильно метастазировать. Разрешающая способность метода, только в это упираемся. То есть, если опухоль, скажем, больше 5 мм, то, скорее всего, не найдет. А в плане диагностики скира? Ну, это подсливистый рак в желудке. Вряд ли. Спасибо. Коллеги, еще вопросы будут? Да, пожалуйста. Я громко скажу. Вот нормальный маркер, пока ты, да? Нормальный маркер толстого кишечника, опухоли толстого кишечника после операции и так далее. Часто ли вы в этих случаях, были ли у вас случаи обнаружения в данном случае отдаленных непосредственных? Спасибо за вопрос. Нет, честно говоря, таких случаев не было, поскольку, повторюсь, что у нас поток пациентов вот именно на общую онкологию, на все тело, очень маленький. Поскольку мы специализируемся на гляньных опухолях головного мозга все-таки, вот, мы проводим вот данные исследования всего раз в неделю. Вот. И таких случаев, к сожалению, не было. Спасибо большое. Коллеги, еще вопросы? Спасибо, Дмитрий Владимирович. Тогда продолжим нашу конференцию. И следующий доклад Елена Анатольевна Громова. Елена Анатольевна, пожалуйста, следующий доклад. Врач-рентгенолог клиники Института мозга Санкт-Петербург. И она нам расскажет про диагностику лимфомы. Добрый день, коллеги. Все-таки при лимфомах использование ПЭДКД более оптимистично, чем при опухолях желудочно-кишечного тракта. Заранее прошу за простуженный голос в Питере ветра и дождя. Ну и небольшой экскурс. Что такое лимфома? Злокачественное образование лимфоидной ткани, которое характеризуется увеличением лимфатических узлов и поражением различных внутренних органов, которые так или иначе содержат лимфоидную ткань. Содержит их большое количество органов. Это лимфатические узлы самой разной локализации, над, подключичные, медицинальные, региональные, подвздошные. Это и селезенка, это и кишечник, это и желудок, и даже кожа. Все может поражаться при лимфомах. По различным данным, лимфомы составляют от 1 до 2%. От всех злокачественных опухолей заболеваемость в России где-то 2,3 на 100 тысяч. Мужчины болеют чаще. По данным Ронс Блохина, самый пик заболеваний приходится на 15-35 лет. То есть это молодой возраст. И в структуре детских опухолей лимфомы сегодня занимают третье место. Идеология, как полагается, неизвестна до конца. Но рассматриваются самые разные варианты. В первую очередь это вирусная теория. По данным одной из работ, у 95% пациентов с лимфомой Бергетта был найден вирус Эпштейна-Бар. На самом деле, достаточно спорная теория. Потому как были пациенты с лимфомой Бергетта и без вируса Эпштейна-Бара. Есть пациенты, инфицированные Эпштейна-Бара без лимфом. То есть до конца неизвестно. Ну и лимфомы, ассоциированные с ВИЧ-инфекцией, тоже широко известны. Также рассматривается как фактор фиологически и одинизирующая радиация. И химические канцерогены, особенно те, которые распыляются на полях для уничтожения сорняков. Их выделяют в отдельную группу. Все лимфомы делятся на две большие группы. Лимфомы – Ходжкина и неходжкинские лимфомы. Ходжкинские лимфомы характеризуются наличием клеток Березовского-Штернберг-Горида. Неходжкинские лимфомы – это очень большая группа заболеваний, которые происходят из B и D лимфоцитов, которые, соответственно, могут быть из предшественников и зрелых клеток. Как, соответственно, бластные и цитарные лимфомы. Я не буду на всех их останавливать. Их действительно очень много. По-моему, по классификации ВОЗ в 2001 году их более 65. Если не больше, для ПЭТ-КТ имеет значение несколько другой фактор. О нем позже. Небольшой экскурс. Томас Ходжкин – это английский анатом, который в 1832 году описал 6 случаев непонятной лимфоденопатии с пленами галии. И только в 1890 году Березовский, а в 1998 году Карл Штенберг описали крупные многоядерные клетки, которые были характерны для пораженных узлов. Госпожа Дора Террита в 1902 году смогла это все дело сопроводить рисунками. Таким образом, клетки, которые являются субстратом лимфомы Ходжкина, стали называться Березовского Ритштернберга. В отечественной литературе часто заслуга Дора Террита пускаются, и клетки просто называются Березовского Штенберга. В 1904 году на съезде немецких патологов лимфома Ходжкина получила название лимфогранулематоз, и можно встретить этот синоним в литературе. На самом деле, классическая лимфома сопровождается надулярным склерозом, чаще встречается у молодых женщин и преобладает локализованные стадии с поражением лимфатических узлов высшей диафрагмы. Смешанный клеточный вариант в старшей возрастной группе с большим количеством лимфоцитов – это наиболее благоприятный вариант течения, и с истощением лимфоидной ткани встречается крайне редко прогноз неблагоприятный. В стадировании лимфом используется классификация N-ERBOR. Во-вторых, в первой стадии – поражение одной лимфатической зоны или лимфатической структуры или лимфатической структуры с вовлечением прилежащих тканей. Вторая стадия – поражение двух и более лимфатических узлов по одну сторону диафрагмы. Буквка Е добавляется, если вывлекаются в прилежащие ткани Либо локализованное поражение одного экстралифатического органа Или его региональных узлов с или без поражения других узлов по ту же сторону диафрагмы Есть еще третья и четвертая стадия, где поражаются узлы по обе стороны диафрагмы В сочетании с локализованным поражением одного экстралифатического органа И четвертая стадия это диссиминированное поражение одного или нескольких экстралифатических органов С или без поражения лимфатических узлов Мне нравится очень эта схема, она довольно простая И достаточно просто здесь показаны все стадии, которые звучат так сложно Ну и наконец мы подходим к диагностике лимфом Как вы видите, алгоритм достаточно обширный И методы радионуклеидной диагностики занимают здесь практически предпоследнюю позицию Значит все начинается с сбора анамнеза и тщательного осмотра, включая пальпацию Затем проводится функция сцитологии и биопсия лимфатического узла С последующим морфологическим и иммунофенатическим анализом Обязателен полный клинический анализ крови с расширенной формулой Рентгенография грудной клетки в двух проекциях Либо КТ и УЗИ брюшной полости заброшенного пространства Значит, далее только идут методы радионуклеидной диагностики К которым относятся в частности БЭТ-КТ И трепанобиопсия подвздошной кости, если это необходимо На этой схеме показано анатомическое расположение лимфоидной ткани И, собственно, все, что может поражаться при лимфомах Именно поэтому алгоритм диагностики достаточно широкий Ну, чем же ПЭТ-КТ лучше, чем ПЭТ-КТ в данной ситуации Специфичность обоих методов стремится к 100% По данным самых разных авторов, которые проводили И эти данные опубликованы Европейской ассоциацией ядерной медицины Но чувствительность ПЭТ-КТ в данном случае выше В диагностике лимфом мы используем радиозатоп в тортозоксиглюкозу Используем стандартный протокол сканирования Через 60-90 минут после введения радиофарм препарата Сканирование производится от мочки уха до середины бедра В ситуациях, когда подозревается неспецифический захват радиофарм препарата Это желудочно-кишечный тракт, как правило Он тоже может поражаться лимфомой, а может быть и физиологическое накопление Мы этого не всегда знаем Мы выполняем отсроченное сканирование через 180 минут после введения препарата Предварительно просим пациента покушать, походить Дабы перистальтика, если эта физиология все-таки сменила свою локализацию и форму накопления В частности, при поражении, если мы знаем, что поражается, например, кожа То исследование также может быть расширено И мы можем отсканировать полностью все тело, включая конечности Для чего же используется под КТ в диагностике лимфом? До начала лечения для уточнения стадии заболевания И таких пациентов сегодня много Для оценки эффективности первичного лечения после его завершения Для рестадирования, для оценки противорецидивного лечения И при подозрении на трансформацию лимфомы Что это такое? Есть лимфомы агрессивные, неходшкинские лимфомы Которые прекрасно накапливают в торде зокси глюкозу Есть индолентные лимфомы Где на КТ вы увидите изменения лимфатических узлов И на гистологии вы тоже увидите данные за лимфому Но на ПЭТ-КТ будет абсолютно негативная картинка То есть это тот случай, когда ПЭТ будет ложный негативный Для диагностики таких лимфом использовать под не имеет никакого смысла Потому что мы ничего там не увидим И сказать, что там происходит, мы не сможем Но бывает такое, когда индолентные лимфомы Есть такое подозрение у лечащего врача Например, что индолентная лимфома может подаваться трансформацией И превращаться в агрессивную лимфу Вот в таких случаях под картином будет меняться Мы будем видеть накопление И, собственно говоря, очаг максимального накопления Будет служить неким маяком для места биопсии Откуда взять гистологию Повторю, что активным захватом в ДГ Характеризуются лимфомы Ходжкинской Агрессивные не Ходжкинские лимфомы К ним относятся дифузновая крупноклеточная Лимфома Бергетта из клеток манси Натальная маргинальная зона Анапластическая крупноклеточная От тебя из опыта замечу, что было у нас несколько детей В возрасте где-то до трех лет С установленной лимфомой Бергетта Но где мы практически не видели никакого накопления И мы знали, что оно есть И по гистологии оно есть Но накопление было едва заметное Только приглядываясь В общем-то, локально куда-то можно было это понять С чем это связано, сказать не могу Но вот такие наблюдения у нас были Оценка эффективности лечения по критериям давить Сегодня онкологи направляют нам пациентов Все чаще просят, чтобы мы в своем заключении написали Конкретно какая градация подавили Соответствует То есть какой градации подавили Сегодня соответствует состоянию после лимфомы Значит первая градация, когда патологическое накопление отсутствует Вторая градация, патологическое накопление глюкозы Меньше физиологического накопления в средостении Третья градация, больше чем в средостении Но меньше чем физиологическое накопление в печени Четвертая градация, больше чем в печени И пятая, когда значительно больше чем в печени Либо появление очагов ДНО Важно отметить, что оценка результатов ПЭТ По шкале ДВИ должна осуществляться с учетом Клинических данных и характером лечения Обязательно. Первая и вторая градации рассматриваются как ПЭТ негативный. И если мы делаем промежуточный ПЭТ, например, после двух курсов химии, при некоторых клинических протоколах такое есть, соответственно, это рассматривается как хороший прогноз, и профессор Берег об этом сказал. Третья градация в одних случаях может рассматриваться как негативный ПЭТ, в других случаях как частично остаточная метаболическая ткань. Все зависит от протокола лечения. Ну и четвертая и пятая градация, как правило, характеризуется нечувствительностью к терапии. Для того, чтобы ПЭТ-диагностика была более точной, необходимо соблюдать сроки выполнения ПЭТ в процессе лечения, дабы избежать ложноположительных ПЭТ-результатов, таких как постотерапевтическое воспаление. Очень часто встречается, и дифференцировать его от остаточной ткани не представится возможным никак. После химиотерапии не ранее, чем через 3-4 недели, сегодня по последним данным оптимально все-таки 6-8 недель, после лечевой терапии через 3 месяца. Я вот смотрела те случаи, которые подобрала, и вот поняла, что классических лимфом-то здесь, в общем-то, и не видно. У меня, к сожалению, нет указки тут. Значит, это пациентка 55 лет, которая прошла полихимиотерапию лимфомы в оригинальной зоне, и у нее не было никаких накоплений в лимфатических узлах, но привлекло наше внимание. Видно здесь? Мне плохо видно. Вот здесь, с правой стороны брюшной стенки, вот здесь вот, есть накопление. Рецидив лимфомы может проявиться в совершенно любом месте. Пациентка отправлена на биопсию, на гистологию клетки лимфомы. Больше у нее нет ничего абсолютно, ну, сердце физиологически копит, да? Печень диффузное накопление, не придерешься особо. А вот это вот накопление нас, в общем-то, смутило, и на конце структурные изменения видны. Пациент 21 года, он попал к нам до лечения. Обрезала я картинки очень. Вот здесь, низшей видна, было поражение лимфатических узлов шеи, у него было поражение позвонков, селезенка была поражена, у него были поражены брюшные и забрюшенные лимфатические узлы, после лечения, первая градация подавиль, абсолютно чистенькая картинка. А вот обратная связь, обратная ситуация, когда, наверное, я все-таки повторюсь, и уже как третий докладчик скажу о том, что важна связь с онкологами и с лечащим врачом, потому как интерпретировать без обратной слезы бывает сложно. Пациентка 16 лет, она наблюдалась у нас не один раз, и пришла на контроль, где у нее было абсолютно чисто ПЭТ-КТ, первая градация, все было бы спокойно, да, как вот, собственно, здесь и показано, никакого патологического накопления у нее нет. А вот пришла она к нам буквально на той неделе. И вот, пожалуйста, вы видите накопление в переднем верхнем средостении, увеличился объем и на КТ этих остаточных масс. Здесь возникает вопрос, 16 лет вполне после химиотерапии у больных с лимфомой возможно возрождение, так называемое возрождение тимуза. А возможно, это рецидив лимфомы. И мы однозначно в данном случае, как диагносты, без дополнительного исследования какого-то и взаимодействия с следующим врачом, что это, ответ не дадим. Вы понимаете, что ситуация принципиально важная. То есть, это рецидив или остаточная, или возрождение тимуза. В заключении хочу акцентироваться на нескольких основных, на мой взгляд, важных моментах. ПЭТ золотой стандарт диагностического алгоритма лимфом, характеризующихся высоким накоплением глюкозы. При индолентных лимфомах ПЭТ следует использовать для диагностики трансформации лимфом. Используйте для диагностики шкалу ДАВИЛЬ обязательно в сочетании с информацией о лечении пациента и их клинической ситуации. Обязательно использовать важные и рекомендуемые сроки обследования. И одиночные очаги, выявленные при ПЭТ, требуют дополнительной диагностики, не могут трактоваться нами однозначно. Спасибо за внимание. Спасибо большое за интересный доклад. Последняя классификация лимфомы Ходжкина полностью базируется на данных ПЭТ. То есть, не имея ПЭТ, невозможно стадировать лимфомы Ходжкина согласно последним требованиям. Спасибо. Спасибо большое за дополнение. Спасибо, Елена Анатольевна. Уважаемые коллеги, ну вот наступила очередь докладов нашей клиники, поэтому сейчас доклад будет в исполнении Ручьевой Натальи Александровны. Это врач-рентгенолог-радиолог, кандидат медицинских наук Ручьева Наталья Александровна. Расскажем применение ПЭТ в онкологии в АО «Медицине» и покажем наши хронически интересные случаи. Коллеги, мой доклад такой обширный, достаточно о применении ПЭТ в онкологии и в частности применение нашей клиники. Все слайды, которые представлены, это все пациенты нашей клиники, все они верифицированы. В России, как и в большинстве стран мира, отмечается тенденция к неуклонному росту злокачественных заболеваний и смертности от них. Ежегодно в нашей стране у полумиллиона человек диагностируется онкологическое заболевание, к сожалению, уже на достаточно запущенной стадии, третьей, четвертой. И причем у 60-80%. Поэтому, несмотря на разработки применения новых методов лечения, все-таки смертность остается достаточно большой. И на первом году жизни, после установления диагноза, до 50% летальные исходы. Для населения России злокачественные опухоли остаются медицинской и социальной проблемой. Ранняя диагностика злокачественных новообразований остается одной из наиболее актуальных задач современной медицины, что позволяет начать раннее лечение и достигнуть длительной ремиссии. ПЭТ-КТМ – это метод инновационный, метод сложный, гибридный. На него возлагают очень большие надежды. Но, к сожалению, иногда, применяя метод в сложных ситуациях, мы заходим еще больше в тупик. В отличие от большинства диагностических методов, метод ПЭТ-КТ, он все-таки на сегодняшний день занимает ведущую роль в диагностике онкологических заболеваний. Диагностическая роль и возможности в ПЭТ-КТМ не только определяется техническими характеристиками, но и выбором радиофарм-препарата. Основным радиофарм-препаратом на сегодняшний день является 18-фтор-дезоксиглюкоза. Данный препарат считается золотой молекулой века, но, к сожалению, он не всегда отвечает нам на вопросы. Одним из важнейших условий успешного проведения ПЭТ является четкое определение показаний, противопоказаний и ограничение метода. Как предыдущие лекторы говорили уже, что доктор, клиницист, который направляет на исследование пациента, он четко должен поставить диагностическую задачу перед диагностом. Для того, чтобы получить как можно правильный ответ и поставить клинический диагноз. В клинике ОАО «Медицина» стоит ПЭТ-КТМ, Джеймни ТФ-16, фирмы «Филипс». Кабинет у нас был открыт 4 апреля 2013 году. Но, к сожалению, как уже Елена Викторовна говорила, у нас нет своего циклотрона. Поэтому в 2013 году мы сделали только 4 исследования. В 2014 году мы уже стали работать 2 раза в неделю, за год мы сделали 617 исследований. И на 30 сентября этого года, нами уже в 2015 году посмотрим на 1692 человека. Несмотря на то, что радиофармпрепарат нам каждое утро приезжает. С февраля 2015 года мы работаем в системе ОМС Московская область. И обследовали тоже на 30 сентября 686 человек. Показания для ПЭТ-КТ. Исследования с 18-го собственностью глюкозы онкологически больных. Оценка эффективности лечения злокачественных новообразований. Определение их распространенности, то есть стадирования. Референциальная диагностика между злокачественными и доброкачественными образованиями. И оценка рецидива. Но существуют ограничения в данном методе, как мы уже говорили. Это низкий захват или полностью его отсутствие. Это прежде всего опухоли нейроэндокринной природы. Высокодифференцированные опухоли, где полностью отсутствует захват второго доза глюкозы. Злокачественные опухоли почек. Опухоли предстательной железы. И костные метастазы. Так как имеют низкий гликолиз или совсем отсутствуют. Значит, на данном сайте представлено множественное поражение печени. Это метастазы нейроэндокринной опухоли. Это кт-слайд тут же. Вся печень нафарширована образованиями. Но абсолютно нет захвата никакого. Высокодифференцированная опухоль в головке поджелудочной железы. На кт-скане мы видим образование в области головки. Совмещенные изображения. Абсолютно нет захвата. Почечно-клеточный рак. Образование в правой почке кт-скан. Полностью отсутствует захват второго доза глюкозы. Рак предстательной железы. Значит, у данного пациента ПСА был 36,4 мг на миллилитр. 6 баллов по глисону. Гистологически умеренно сференцированная аденокарцинома. Абсолютно нет захвата. Следующий пациент тоже с раком предстательной железы. В нашу клинику он пришел совершенно по другим причинам. У него периферическое образование правого легкого. И перед тем, как принять решение о тактике лечения, о распространенности процесса, он пришел на ПЭТ-каталь. Помимо того, что у него было образование в правом легком, в третьем сегменте в предстательной железе, был большой фокус захвата второго доза глюкозы. Учитывая то, что наши пациенты, они онкологически все проходят через консилиум. И здесь были очень большие дебаты клиницистов, урологов, онкологов. Потому что у пациента ПСА больше чем 0,2 мг на миллилитр не поднималось. И все очень долго пунктировать, не пунктировать. Была образована функция, получили 8 баллов по глисону, и была акционарная аденокарцинома. Это пациент до лечения. У него вообще не поднималось пульс в течение. Диагностические ошибки проведения ПЭТ-КТ. Попытка визуализировать образование 5-6 мм и менее, как уже говорили предшествующие докладчики. Исследования проводить у больных с сахарным диабетом, у которых идет декомпенсация, когда он не скомпенсирован. Потому что мы все-таки оцениваем обмен глюкозы. Исследования при воспалении, потому что нет, к сожалению, падогномоничных отличий между онкологическим процессом и воспалительным процессом. Есть идет гипертонус мышечной мускулатуры, гипермоторика кишечника и нарушение пассажа мочи. На данном стадии представлены воспалительные изменения в области лонного сочленения. Демонстрирует высокий захват в тропезоксиглюкозе. Это пациент с раком предстательной железы. Он был оперированный, ученый. И очень долго доктора сомневались, что это метастаз, либо это воспаление. Была проведена опункция, он попал в нашу клинику и доказано, что это воспалительные изменения. Данный пациент был прооперирован, сделан эндопротезирование левого забедренного сустава. И в течение трех месяцев у него был субфибрилитет непонятный. Пациента вообще ничего не беспокоило. Но так как пациент это доктор, он обратился к нам сам. Я с ним очень долго беседовал, убеждал, что я онкологию-то тут не найду, но у него были свои видения. И на самом деле он был прав. Мы нашли захват в полости сустава у него. Он доказывал доктору-травматологу, который оперировал его. В итоге пошли они на ревизию и действительно нашли, что там воспаление. У нас там конфликт был между головкой и шейкой. Стоит какой-то металл. Не помню точно. И произошел конфликт. Пациента ничего не беспокоило. Все было хорошо. И через месяц у него опять стала температура. Он опять к нам пришел уже через 3 месяца. Говорит, меня ничего не беспокоит. Я хожу в лес, я бегаю, у меня все хорошо. Но у него пора осально. Опять высокий захват. У него субфибрилитет и соя 46. Пока неизвестно, он был недавно у нас на контроле, чем закончилось дело. Здесь метаболические нарушения. Это молодая пациентка. Она к нам обратилась в клинику. Она была в 62-й больнице и в Ронзе. Ставили ей саркому Юинга. И все. К нам пришла она на ПЭД. Сделали ПЭД. Множественное поражение. Тоже расценили. В области молочных желез захват физиологических женщин в периоде лактации. Расценили, что это генерализация процесса не выяснила очага. Захват был в лимфатическом узле. Также захват был в печени, в хвосте поджелудочной железы. В костях множественные. Ну, как оказалось, это дисметаболические нарушения. Женщина ездила в Германию неоднократно. И, в общем-то, доктора... Ей стало лучше. Ее стали лечить. У нее боли ушли. И, в общем-то, это оказался не рак. Противопоказание для ПЭД это одно. Это беременность. Неоднозначная роль ПЭД с 18-го из-за оксиглюкозы это в диагностике рака легкого. Хотя одним из основных показаний является очаговое образование. Но, как я уже и говорила, нет патогномоничных различий между воспалением и злокачественным образованием. Как я уже сказала, что опухоль от воспаления, к сожалению, не отличается. Данный пациент, он у нас наблюдался в течение года, у него пришел просто диагностический к нам на исследование. Был обнаружен в левом корне лимфатический узел. Который демонстрировал высокий захват. Причем достаточно высокий СЮВ был. 7,5. В течение года он у нас раз в 5 сделал ПЭД-КТ. Ему было сделано бронхоскопия. Он съездил в Германию. Там тоже развели руками. Но, в принципе, мы решили, что это воспалительное изменение. И пациента ничего не беспокоит. Изменений никаких нет. Чувствительность метода составляет от 82 до 100%. Специфичность 63-90%. Основная причина ложно-отрицательных при ПЭД-это диагностики легких, как уже и говорили, это маленькие размеры. Эффективность метода ПЭД-КТ, она выше, чем КТ у образований, которые до 1 см. Все-таки здесь предпочтение отдается ПЭД-КТ. Но, конечно, если непонятно, то это динамика процесса образования. В легком совмещенном изображении. Я хочу отметить, что все-таки метаболизм он всегда больше, чем сам очаг на КТ. Это центральный рак легкого с высоким захватом. Другая причина ложно-отрицательных результатов при ПЭД-исследовании, это изометаболизм 18-го ортезооксиглюкоза. Это бронхиол-авиолярный рак, муцинозная динокарцинома, карциноидное образование, метастазы рака щитовидной железы и почечно-клеточного рака. Образование в правом легком, не демонстрирующее вообще никакого захвата. Это карциноид легкого. Рак молочной железы. Чувствительность метода составляет 92%, специфичность 94% и точность диагностическая 92%. Ложно-отрицательные результаты, это как и везде все образование менее 5 мм. Рак бюджета еще тоже метаболический неактивный. На данном слайде представлена женщина, которая пришла к нам в клинику для оценки определения первичного очага. У нее появились боли в пояснице, она обратилась к неврологу, отправила на МРТ, были найдены очаги в крестце и в поясничном отделе позвоночника, после чего ее отправили на ПЭТ-КТ для оценки первичного очага. Большое узлообразование в правой молочной железе, сторожевой узел, ну и уже генерализация процесса, умножительные очаги в печени и в скелете. После чего гистологический враг молочной железы был подтвержден. Лимфополиферативные заболевания, сегодня уже много раз говорили, это на самом деле одно из показаний для проведения ПЭТ-КТ и в определении стадии, оценки лечения, планирование лучевой терапии. Лимфоматические узлы с захватом ключичной области это лимфома. Они достаточно маленькие, но есть захват. Лимфоматоидный грануляматоз это достаточно свежий случай, это опять же доктор, но как мы все доктора не любим лечиться, мы самые умные, самые грамотные, лечим себя сами и считаем, что мы не можем болеть ничем плохим. Пациент пришел к нам, распространенность процесса легкие. Это с двух сторон запрещено пакеты лимфатических узлов. Было диагностировано рефоматоидный грануляматоз. Лимфома это оценка лечения. Первичное исследование это уже на фоне лечения. То есть у него положительная динамика. Меланома кожа. Работая с системой ОМС в Московской области, мы очень часто сейчас получаем пациентов с меланомой. По литературным данным, роль пакеты в диагностике первичного очага меланомы не совсем понятна, потому что инвазия уже 4 мм. Это четвертая стадия. Расценивается заболевание. А предел разрешающего метода данного это 5-6 мм. А вот распространенность процесса, вторичное поражение, здесь, конечно, очень большая роль. Рестодирование, оценка эффективности лечения. Это меланома кожи затылочной области. На КТ-скане показано образование. Достаточно крупное. Но хочу отметить, что метаболизм не очень высокий. Сюви 4,4. Как мы обратили внимание, что в первичном очаге Сюви очень невысок. Он редко когда превышает 7. У нас были пациенты, у которых уже был рецидив заболевания. В рубце были клетки. Мы смотрим на ПЭТ-КТ, мы не диагностируем захват, но пациент идет на иссечение, и там получаем клетку. Поэтому об этом надо всегда помнить. Но распространенное вторичное поражение. В лимфатических узлах мы получаем очень высокие Сюви. Он тут доходит даже до 27. Здесь меланома кожи правого бедра. Это вторичное поражение пациента. Подвздошные лимфатические узлы и паховые. В данном пациентке здесь была меланома правого плеча. Большое распространение лимфатических узлов шеев, насредостение, печень. Это генерализация процесса пациента. Меланома была удалена буквально 3 месяца назад. Была диагностика, все было хорошо. И пришел для исключения вторичного поражения. А здесь полностью. Очень много подкожных, мы так скажем. Рак поджелудочной железы. Роль ПЭТа при раке поджелудочной железы это низкодифференцированная динокарцинома, прежде всего, и абсолютно нечувствительная, высокодифференцированная. В выявлении метастазов региональные, отдаленные метастазы, чувствительность метода составляет 94% по сравнению с КТ-71 и МРТ-88. Рак тела поджелудочной железы низкодифференцированная аденокарцинома с распространением на тело, с желудком, с федоричным поражением печени. Ложно-отрицательный, как я уже и сказала, это высокодифференцированная опухоль, и размеры менее 6-7 мм. Также ложноположительные и ложно-отрицательные результаты может быть при декомпенсации сахарного диабета. Это надо всегда учитывать. Высокодифференцированная опухоль, кстати, я уже показывала, абсолютно нет захвата. Рак печени. Данный метод является эффективным, уточняющим при холангиоцеллюлярном раке и метастатическом поражении. Метод очень эффективен при оценке лечения. Холангиоцеллюлярный рак. Мы видим узлообразование в правой доле печени с высоким захватом. Холангиоцеллюлярный рак – это уже другая пациентка. Эта пациентка к нам пришла в клинику с подозрением на рак поджелудочной железы с вторичным поражением печени. Это КТСК. Совмещенное изображение, множественные очаги в печени. При гистологической верификации это холангиоцеллюлярный рак оказался с вторичным поражением поджелудочной железы. Вторичное поражение печени, множественные очаги, достаточно хорошо они всегда видны. Они всегда достаточно хорошо видны и демонстрируют захват в торгозоксиглюкозе. Как я уже сказала, относительно низкая чувствительность ПТС-18 в торгозоксиглюкозе – это при гепатоцеллюлярном раке. Хотя чисто гепатоцеллюлярный рак он редко бывает. Всегда бывает немножко холангиоцеллюлярного. Он в чистом виде встречается крайне редко. Я не могу показать вам слайду, к сожалению, нет. Рак желудка. Как уже говорил предыдущий докладчик, что очень сложно поставить первичную опухоль желудка. И все зависит от размеров и процесса. Диагностика затруднена тем, что физиологически стенка желудка может захватывать торгозоксиглюкозу. Воспалительные изменения и еще аденоматозные гиперпластические палитры. На данном слайде ПКТ представлена утолщенная стенка желудка в антральном отделе, где демонстрируется высокий захват в торгозоксиглюкозе. Низкодифференцированная аденокарцинома, диффузного утолщения стенки и высокий захват в торгозоксиглюкозе с переходом на кардиальный отдел пищевода. Это пациент долеченнич. Опять же, на КТС-кане представлен диффузное утолщение стенки, изменение окружающей клетчатки, высокий захват в торгозоксиглюкозе, но у этого пациента воспалительные изменения. Следующий случай – это молодая женщина 22-х лет, которую в течение полгода три раза привозили в Боткинскую больницу с острым болями в животе. Делали УЗИ-гастроскопию и выписывали, ничего не найдя. Оказывалась симптоматическая терапия, вроде боли уходили, и на третий раз, когда ее уже привезли, пошли на лапароскопию. Нашли множественное поражение брюшина. Была взята гистология, и диагностированы метастазы рака желудка. Желудки так подтверждения не нашли, стенка желудка не изменена, захвата нет. К сожалению, эта женщина отказалась от лечения. В области брюшина есть высокий захват. Рак толстой кишки также достаточно метод для оценки лечения, для вторичного поражения, для определения метастазов региональные лимфатические узлы, но, к сожалению, первичная диагностика достаточно низкая. Рак прямой кишки демонстрирует высокий захват вторгезоксиглюкозы в опухолевой ткани. АКТС-кани даже при применении ее содержащего препарата, это пациентка наша, она у нас делает КТ, и все здесь никогда не скажет, что есть метастаз. АКТ-кани демонстрирует захват вторгезоксиглюкозы. Это же пациентка. Лимфатический узел, который в норме до сантиметра может присутствовать у любого пациента, демонстрирует высокий захват. Рак яичника. Яичка. Здесь, прежде всего, первичная диагностика и распространенность процессов. Здесь пациент, зрелая пиратома. Пациент прооперирован, юрисифицирован диагноз. Тут тоже пациент. Должен прийти там на контроль. Это тоже все. Рак женских половых органов. Здесь ПЭТ-КТ преимущественно роль отдается при раке шейки матки, выявлении метастазов в региональные, отдаленные лимфатические узлы, определение рецидива и оценки эффективности лечения как рака шейки, так и рака яичника. К сожалению, проблемы с эндометрием, особенно у женщин репродуктивного возраста, так как эндометрия – это физиологический захват вторгезоксиглюкозы. Трак шейки матки – молодая женщина на фоне лечения. То есть распространенность была на параметре, это уже после лечения. Зона уходит, есть зона микроза после лучевого. Рецидив в культе влагалища толщины ткани на КТ-ткани, высокий захват торгезоксиглюкозы. Это все хорошо. Это все тоже. Коскоклеточный рак шейки матки – это рецидив с формированием рептовагинального свища. Это сама опухоль. Она прорастает в стенку мочевого пузыря. Рецидив доказан гистологически. Сама опухоль прилежит к мочевому пузырю. Гистозный тип аденокарциномы – это негативный абсолютно рак. Женщина неоднократно обследовалась, гистологически доказана, но захвата нет. У меня есть еще один интересный случай. Я просто хочу вам показать, к сожалению, но только сейчас мне Анатолий поможет. Очень редкая опухоль, но не потому, что мы такие умные, и мы ее диагностировали. Пациент к нам пришел на ПТКТ перед тем, как ехать обследоваться в Германию. И он был уже гистологически верифицирован. Он поступил в Первую городскую больницу с кровотечением. бронхоскопию неоднократно не нашли ни источника кровотечения никаких образований сделали карты и значит на к ты была выявлена множественное очаговое поражение было была взята гистология гемангиопироцитома заболевание описано у 700 человек во всем мире пациент нашел клинику в германии профессора который занимается этим и вот перед тем как ехать он пришел к нам это молодой человек 42 лет принципе особо его ничего не беспокоит если бы ни кровотечения он бы и не обратился я хочу показать что в принципе ничем он не отличается от вторичного метастазирования очаги с высоким достаточно захватом в торгоза оксиглюкоза множественное поражение есть жидкости немного высокий захват и следующее так выглядит его картинка спасибо за внимание пожалуйста задавайте у меня очень короткие вопросы во-первых откуда вы получаете рфп мы получаем с медициной ядерных технологий это институт курсет вы у вас один заставщик а вы планируете еще какие-то да мы планируем работать с Халином столько лет и мы отработали время что у нас сейчас препарат приезжает ровно в 10 30 и вот с учетом того что у вас нет у нас бывают и мы до 18 и 21 даже человек было у нас что мы делаем но проблема бывает что как бы нет пациентов цепатрон устанавливается у нас может какие-то ТО проходим а так у нас дать все открыто на 15 человек спасибо спасибо пожалуйста пожалуйста закончим спасибо как раз вы упомянули о том что вы принимаете ОМС пациентов из Московской области в связи с этим вопрос такого плана это те пациенты которые ОМС находятся у вас на стационарном лечении или проводят обследование амбулаторно если амбулаторно то это пациенты с уже установленным диагнозом онкологического заболевания или же эти пациенты направлены например для скрининга онкологического заболевания как порядок направлений в этом случае это пациенты они идут все через балашинский диспансер они получают направление по установленной форме где ставится диагноз полный развернутый пишется указывается цель исследования ну и прилагаются все документы все идет через диспансер балашин скажите пожалуйста вот представлен слайд с карциноидом легкого это типичный или атипичный карциноид? атипичный карциноид типичный спасибо мы конечно видели в некоторых карциноидах высокий захват но это единицы в общем то практически не бывает захват еще вопросы пожалуйста спасибо 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 последний доклад у нас последний доклад это директор медицинской службы филипс она вам расскажет о новых технологиях филипс и директор директор Спасибо большое, что вы все остались послушать. Я сделаю все возможное, чтобы мое выступление о технологиях Philips не было скучным и наполненным большим количеством технических подробностей. Что я хочу сказать, что вообще сотрудничество Philips с Россией, в частности с Санкт-Петербургом, началось еще в позапрошлом веке. И, может быть, вы даже не знали, что именно развитие Philips как компании во многом было обусловлено тем, что в 1898 году компания Philips получила заказ на 50 тысяч ламп с угольным фильтром для освещения Зимнего дворца. И недавно совсем специалисты наши повторили дореволюционное освещение в части Восточной галереи, например, Зимнего дворца, в других помещениях. Так что, если вы будете там, то приглашаю вас посмотреть, как это было тогда и как это выглядит сейчас. Ну, что все говорят, инновации. Не очень люблю это слово, но действительно деятельность Philips уже более 100 лет связана с этими инновациями. И это не только лампы, но и, например, медицинское оборудование мы стали производить почти с самого основания компании. Вот, наверное, скорость передачи почему-то у нас зависла. Да, это вот в 18-м году мы уже начали производить рентгеновские трубки, известные и компакт-диски, и видеомагнитофоны, телевизоры, радиоприемники, бытовая техника. То есть очень много всего того, что неотъемлемую часть нашей жизни с вами составляет. И именно медицинское оборудование является одним из ключевых элементов нашей деятельности. И в 1914 году в Голландии, это Philips, это голландская компания, было основано подразделение Philips Research. То есть это более 100 лет. Туда привлекались и Нобелевские лауреаты для того, чтобы самые современные технологии, которые в тот момент появлялись, они воплощались в жизнь, в оборудование, в решение для нас с вами. И что касается PET, тут уже многие докладчики до меня подчеркивали, что одним из недостатков метода является низкая разрешающая способность. И действительно, и Наталья Александровна, и другие говорили о том, что мы не можем достоверностью определить очаги размером менее 5 мм. И вот это вот по сравнению, скажем, с другими методами лучевой диагностики, где есть тут миллиметровое разрешение. И вот как раз во многом инновации, которые предпринимает компания Philips, да и другие компании-производители, они направлены на то, чтобы было лучше видеть очаги и легче врачам их интерпретировать. И вот одно из этих улучшений полезных в 2006 году была внедрена в PET-CT технологии Time of Flight, это времяпролетная томография, которая позволяет... Вот помните, я в первом своем выступлении говорила о том, что вот разлетаются два фотона, противоположно направленные, 180 градусов, а детекторы, которые расположены на кольце, их определяют. И проблема в том, что вот в обычный PET мы только можем сказать, что вот события аннигиляции, то есть столкновение позитрона с электроном происходит на этой линии. И это дает очень большие погрешности метода, большой шум изображений. А вот как раз технология Time of Flight, которая посчитывает разницу во времени регистрации вот в этом детекторе и в этом детекторе, она позволяет значительно улучшить соотношение сигнал-шум. Что дает соотношение сигнал-шум? Это лучшее, во-первых, качество диагностики, лучшее обнаружение в очаге дает врачу уверенность диагноза. Второе, это короче время исследования. Соответственно, это удобство и для пациента, и меньше артефактов, и выше выпускная способность. Здесь подчеркивались, какой-то был вопрос по поводу времени, протоколов времени сканирования. Действительно, вот играя такими параметрами, как веденная доза и временем на одном положении кровати, можно значительно оптимизировать то время, которое необходимо на диагностику. Потому как понимаем, что если это будет вместо, ну, мы знаем, что укладка, то это время на смену пациента тоже довольно большое время составляет. Если это сделать стабильно 20 минут на все, то, соответственно, будет лучше выпускная способность. Что еще хочу сказать? Вот это второе улучшение, которое мы сделали, это действительно уникальное решение, которое в мире сейчас существует. Мы, вот, в России эту технологию пока регистрируем. Ну, хочу показать вам несколько картинок. Принципиально изменилась технология детектора. Раньше использовались фотоэлектронные умножители, которые также добавили много шума. Я не буду говорить вам технические детали. Это, в общем-то, не предмет данного выступления. Но что, вот, собственно говоря, дает этот цифровой детектор? Ну, сейчас посмотрим картинки. Следующий слайд. Вот. Это то, что позволяет видеть обычный ПЭТ-КТ. Это то, что видит цифровой ПЭТ-КТ. Мы видим лучше пространственное разрешение, детализацию изображений головного мозга. Это обычный ПЭТ-КТ, это цифровой ПЭТ-КТ. Также ПЭТ-КТ всего тела дает значительный выигрыш в качестве. Вот. Но, да, вот здесь видно. То есть, соответственно, вот эти вот параметры, они очень сильно влияют на достоверность диагноза. И в то же время врачи начинают видеть очаги, которые они раньше никогда не видели. Очень сложно бывает понять, как их интерпретировать. Ну, в общем, я думаю, что время покажет жизнеспособность вот такой технологии. Ну, точно могу сказать, что это определенный прорыв. Ну, безусловно, вот, если мы говорим об инновациях, каким бы современным оборудованием вы ни располагали, если оно все время ломается, то никакого толку нет, да? Приходит ПЦМ, привезли радиофаропрепарат, а аппарат не работает. Это большая проблема. Ну, и могу сказать, что компания «Филипс» делает очень многое для того, чтобы улучшить качество сервисного обслуживания и для того, чтобы наши пользователи были довольны. И ведь, собственно говоря, никакие технологии ничего не значат без вас, без тех, которые работают на оборудовании. Поэтому мы в первую очередь пытаемся сделать так, чтобы нашим клиентам было хорошо. Вот я открою тут небольшой секрет, что вчера и позавчера здесь, в АО «Медицина» в П-центре, была замечательная девушка из Австрии, из отделения, где работает профессор Пирик Габриэлла. Мы ее пригласили после визита в австрийскую клинику сюда, потому что нам очень понравилось, как организовано отделение ПЭТА, которым руководит профессор. Как здорово потоки пациентов налажены, как они эффективно работают, быстро, хорошо. И мы пригласили ее для того, чтобы она сказала, может быть, здесь сотрудникам ОО «Медицина», что им необходимо улучшить в работе, чтобы быть более успешным. И здорово то, что в результате вот этих двух дней работы Габриэлла сказала, что она очень впечатлена высоким уровнем организации процесса, что пациенты знают, что они делают, куда они идут, потому что под диагностикой это не такой простой процесс. Там надо сначала побеседовать, потом инъекцию радиопрепарата, потом накопление и так далее. И сделала только очень небольшое количество замечаний, поэтому я горда тем, что наши отечественные пациенты, они сопоставимы по качеству зарубежными, и это очень отрадно осознавать. И что еще делает наша компания? Собственно говоря, вот такие мультидисциплинарные встречи, как какова была сегодняшняя конференция, они помогают сблизить специалистов-радиологов с врачами, которые направляют на обследование. И мы очень хотим сделать так, чтобы действительно это общение было конструктивным, чтобы было больше обратной связи. Поэтому я вас очень попрошу, у вас у каждого есть форма обратной связи, отзыв. Мы будем очень признательны. Если вы напишете, что вам понравилось, что бы вы хотели, чтобы было по-другому, вы бы тогда могли лучше подготовиться к нашим следующим конференциям. И следите за объявлениями, ждем вас снова. Спасибо большое. Спасибо большое. Новокольцы будут еще? Коллеги, есть вопросы? Нет? Все, после окончания. Спасибо. Спасибо большое. И заключительное слово предоставляется главному врачу диагностического отделения Оксане Евгеньевне Платоновой. Она подведет итоги. Хочу сказать большое спасибо всем, у кого хватило сил терпения досидеть до конца. Мы постарались, как бы конференцию хотели, чтобы она была ненадоедливой, нескучной. Поэтому мы хотели, в общем-то, до обеда уложиться, чтобы все самое интересное до вас донести, и чтобы ваше внимание было на нас концентрировано. Просто тема действительно интересная. Смотри, сколько докладов было. И, в общем-то, понятно. Это то, с чего начиналось, что совершенных методов диагностики нет вообще ни одного. Чтобы это понимали и врачи-клиницисты. Потому что диагностам не всегда просто поставить этот диагноз. Тут вот все предшественники, коллеги говорили об этом. Машина, они замечательные машины. И программы замечательные. И технологии, и возможности. И даже умы у диагностов тоже бывают не самые плохие. Но все равно привести все это и сказать, что это вот это, и ничего другого, диагностика не может. Правильный диагноз – это залог правильного лечения и выздоровления пациента. А правильный диагноз – это только в месте, глубок, диагностических и клинических служб. Поэтому я, как возглавляющий человек диагностику, тоже прошу, наверное, меня все коллеги поддержат, принимать активное участие в постановке диагноза. В любом случае, а уж в ПЭТ-КТ тем более, потому что, как вы слышали и видели, что не каждая онкология может быть выявлена на ПЭТ. И наоборот, все, что мы видим на ПЭТ, не обязательно есть онкология. Есть прямые показания, которые есть. Распространенность процесса, эффективность любого лечения, химия, лучевая терапия, хирургическое лечение. Это наши, это наши приоритеты, это мы вам все расскажем и все покажем. Рецидивы заболевания мы тоже все покажем. Поэтому на залоге много и показаний много, чтобы вы понимали, направляли пациентов. И, в общем-то, мы с вами делаем, наверное, одно дело, по благо пациента, показания качественной медицинской помощи. Ну, я хочу еще раз вас всех поблагодарить, что вы нашли сегодня время, пришли к нам. Спасибо вам большое. Ну и в заключении, все вы, как поскольку сегодня приняли участие в конференции, вы получите все сертификаты. Сейчас вам раздадут все сертификаты участия Международной конференции. Спасибо. Читайте, я вот подтвержу Елена Викторовна, читайте информацию. У нас конференции проводятся регулярно здесь, на нашей площадке. Разно тематические. Поэтому смотрите, следите, и мы вас с удовольствием ждем в гости. Снова и снова. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...